всем привет это канал сергей и леся друзья сегодня мы выехали в наш любимый город ледница и хотим вам показать как же выглядит польша весной какая она красивая и как изменился вообще этот город за год который мы здесь живем друзья какая прекрасная погода солнышко светит птички поют и так не хочется это время тратить для того чтобы найти способ как перевести деньги своим родным в Украину да и не надо потому что мы уже все для вас нашли transfer go это один из лучших сервисов переводов денег из польши в Украину пользуйтесь им и вы не пожалеете во-первых он без комиссии а это круто не нужно платить лишних денег там всегда хороший курс вы можете делать переводы на все карточки украинских банков очередь банк монобанк неважно это виза или мастер-гард везде у вас все получится для того чтобы отправить деньги вам нужно знать всего лишь имя получателя номер карты и строк действия этой карты и все так что если хотите порадовать своих родных в праздник или просто в любой день пользуйтесь сервисом transfer go сегодня чудесный майский день очень тепло погода просто прекрасная солнышко небо чистое и вот мы пришли в центральный парк и здесь буквально недавно видите детки все радуются бегают буквально недавно построили такие классные фонтаны притом это поющие фонтаны они здесь целое представление по выходным цветом с музыкой так что явно есть что посмотреть еще год назад здесь ничего не было и мы знали об этом проекте но мы думали что это будет делаться долго как всегда но были очень удивлены когда буквально за зиму сделали вот такие чудеса прекрасные на майские праздники что мы заметили что 90 процентов людей здесь гуляют без масок и по улицам хотя еще не пришла то дата официально когда это можно делать но люди уже не выдерживают всем плохо в масках и нечем дышать и много людей уже наверное провакцинировались поэтому они не носят маски часть людей просто задолбалась сейчас все деревья цветут пахнут буяют разными красками и просто невозможно да и как-то не в тему сидеть и дома так что если вы сидите выходите наслаждайтесь весной потому что она очень быстро и скоро всего этого не будет так что давайте наслаждаться и жить в моменте то есть территорию парка пересекает горная такая быстрая речка качала и здесь много территорий где можно пожарить гриль отдохнуть выйти на пикник чем сейчас люди и занимаются кто-то гуляет собачками купает их кто-то уже сам купается кто-то жарит колбаски и вот мне нравится это часто заметила что если в городах есть вот такая речка которая протекает то возле нее всегда облагорожена территория где можно отдыхать и гулять что еще радует что здесь газоны не для того чтобы смотреть на них сдаля для того чтобы наслаждаться ими потому что здесь можно ходить и можно сидеть можно загорать и и никто тебе не придет и не скажет ты что что ты делаешь нет и это так прекрасно потому что ты в парку под красивым деревом цветущим можешь сидеть вот так в цветах и наслаждаться пением птиц это же просто кайф также здесь есть вот такая летняя концертная площадка вы видите очень много лавочек огромная сцена и мы уже ждем не дождемся когда она будет не пустая и здесь будет что-то происходить я думаю все уже ждут и все уже соскучились за активной жизни социальной и радует не только глаза а радуются также и уши потому что птички поют ну настолько красиво что просто хочется не говорить а только ходить и слушать это прекрасное пение и оно нас преследует везде и мне это так нравится и мы здесь увидели уже сколько птиц разных сейчас мы приехали в центр и легницы и хотим вам показать как он выглядит весна в этом году поздняя так что еще цветов много не высадили вот здесь например в прошлом году уже были высажены цветы но в этом году видеть только кульбабка а почему не потому что не знаю поленились еще отстали а потому что здесь планируют все абсолютно все переделывать я так понимаю ледницей наконец-то занялись и решили все таки перевести ее в порядок и нас это очень радует вы любите фонтаны я лично очень особенно если присмотреться что же там изображено то можно умилиться иногда и посмеяться часто там бывают такие картины с разных сказок боги какие-то необычные они что-то делают непонятно и вода вытекает вообще с непонятно каких мест и всегда это очень весело но вот в леднице тоже есть такой небольшой фонтанчик ему я так я точно не знаю но думаю что он довольно старый здесь нарисован мальчик и лебедь наверное если сдаля то кажется что мальчик душит лебедя но когда подходишь видно что он просто его обнимает если еще больше присмотреться то можно увидеть что у лебедя шея как бы немножко перекручена в другую сторону и это просто чудеса гимнастики лебединой но что неизменно в любое время года это красота костелов потому что они всегда прекрасны друзья вы представляете такая неожиданность мы пришли в центр лебедицы а здесь рынок старовины он приезжает раз в месяц мы постоянно на него не попадаем и вот сегодня тоже попали на конец спросили когда уже будет следующий раз потому что я очень люблю посуду и хочу здесь на следующий раз что-то выбрать себе красивое и мы возможно картину какой-то там вообще на таких блошиных рынках вы же знаете можно найти иногда просто сокровище так что побываем с вами на блошином рынке польши пошли и 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 здесь до военные еще все почти все немецкое но просто бомба я думаю просто это это было еще в каких в 1900-х годах такую красоту сделали мне нравится вот этот зеленый набор например голубой тоже красивый Радость-то какая! Наконец-то зоопарк в Легнице открыли. Здесь есть небольшой контактный зоопарк. Сейчас мы туда с вами войдем. Я еще ни разу там не была, представляете? Так что пошли. Мы в шоке, потому что узнали, что этот зоопарк был здесь еще в 1802 году, представляете? Он небольшой, здесь нету каких-то львов, леопардов и так дальше. Здесь видно, что разные птицы есть. Еще говорили обезьянки-мапочки, но я их ни разу не видела. Ребята, посмотрите, какие прекрасные магнолии! Какая прекрасная магнолия здесь цветет тысячу цветами огромными. Они где-то как моя ладошка. Цвет, запах такой специфический, но чаще всего она очень классно пахнет. Но это, наверное, вид такой или очень сильно насыщенный запах, что даже не понимаешь, воняет или пахнет. Ну, боже, какая она красивая! Мне прям хочется сделать миллион фоток, но сегодня Сережа мне уже фоткала во всех цветах и пока неудачно. Может, здесь повезет? Подходим, смотрим на павлинов, индюшек и разных интересных птичек. Я вам скажу, что людей сегодня здесь больше, чем зверей, это точно. Потому что все рады, что наконец-то открылось здесь все. Буяет разными красками, лавочки. Очень красиво все. Так что место такое прям прогулочное. Я хотела увидеть обезьянок, но я их не вижу. Походу, их все-таки не открыли, как и оранжерею пока. Пришло уже время, когда балконы потихоньку начинают свистеть. Уже все свои балконы украшают разными петуньями, красивыми цветами. И чем дальше, тем они будут больше разрастаться. И здесь вообще такая традиция, что все балконы невероятно красочные. Там очень много цветов. И начало уже положено. А вот сейчас мы находимся возле цветочного магазина, который когда-то выручил Сережу. Потому что он не купил цветы нам на 8 марта. И вспомнил об этом 8 марта. И поехал в город. Все было закрыто. Потому что это было или воскресенье, или что-то такое. Но все было закрыто. И только этот цветочный магазин еще работал. И спас его. Вот уже на грани сирень. Она еще чуть-чуть и зацветет. Уже даже пару цветочков цветет. Но что мы заметили, что сирени на самом деле здесь меньше, чем у нас. Ее мало. А здесь больше садят магнолии. И украшают парки, аллеи именно магнолиями. Потому что они цветут просто непревзойденно. Здесь в Польше почти под каждым кустиком можно найти вот такие маленькие бутылочки. Здесь сколько? 100 грамм? Сережа, да? 100 грамм. Это такие мини-чекушки. Это даже меньше наших чекушек. И они очень распространены здесь. И вот часто мужчины, когда идут за хлебом, покупают себе вот эту 100 граммовочку. Там разные вкусы есть. Есть водка, есть там наливка в этих маленьких пузырьках. И вот так тихонько под сиренью выпивают залпами. Как вы думаете, какая кухня, какой ресторан или кафе пользуется в Польше наибольшим спросом? Наверное, вы никогда не угадаете. А может и угадайте. Это кебабы. Там всегда большие очередя. Их не берет ни коронавирус, ни какие запреты. Они всегда работают. Кебабы, они похожи на шаурму. Это немножко другое, но в принципе похоже. И вот здесь их просто боготворят. Так что если вы кебабщик знанный, приезжайте в Польшу, без работы точно не останетесь. Надеемся, вам понравилась наша прогулка. Мы постарались вам показать много цветов, много красоты. Я лично получила просто кучу удовольствия. И надеюсь, что с вами поделилась тоже этим солнечным весенним настроением. До скорых встреч, а мы идем снимать дальше серии для вас. Пока!